Всем привет-привет! Меня зовут Влада Казачище, и в этом видео я хочу снова вам рассказать про Америку, только в этот раз про более официальные вопросы, которые интересуют каждого на начале того, как он хочет ехать и не знает, что ему делать. Хочу в этом видео рассказать про компанию, через которую ехать, про то, как выбрать вакансию, про собеседование с HR, и про то, как сдать сессию. В общем, вопросов у нас много, поэтому начинаем! Начнем с компании, через которую я ехала. Я ехала через компанию Stadia UA. На данный момент я считаю, что эта компания самая раскрученная у нас в Украине, потому что реклама просто бесит по всему Киеву. Хотя я все равно ходила в разные компании перед тем, как лететь, и выбирала, куда же мне лучше пойти, потому что, ну, кто его знает, может, есть какие-то лучшие варианты. Но, к сожалению, ни одна из компаний, в которых я была, меня не убедили в том, что они лучше, чем Stadia UA, и в том, что они надежнее. Ни одна из них не смогла мне дать даже примерный список вакансий, которые они предоставляют, в отличие от Stadia UA. Поэтому я повелась на маркетинг и закрыла глаза и думаю, ну, значит, Stadia UA. Stadia, вроде как, так все неплохо, но на самом деле мне очень не понравилась эта компания. Я надеюсь, что никто из этих менеджеров меня не смотрит. Почему же мне не понравилось? Я хотела ехать по своей вакансии. Почему? Потому что, если ты платишь за подбор вакансий от компании, то ты должен заплатить на 600 баксов больше. А так как у моей подруги, с которой я хотела ехать, живут друзья в Мэриленде, то они нашли нам классный-классный бассейн, в котором, ну, реально очень все круто было. И мы хотели ехать в этот бассейн. В общем, списались уже мы с тем работодателем. Списались со спонсором. Спонсор, это, кстати, та фирма, которая отвечает за то, чтобы с тобой было все хорошо в Америке. То есть они на свой страх и риск тебя отправляют от Stadia UA работодателю в руки. То есть они как посредники, и вот все на протяжении всего лета, если у тебя возникают какие-то вопросы там, или что-то тебе не нравится, тебе зарплату не выплачивают, или у тебя какие-то проблемы, то первое, к кому ты должен обращаться, это как раз спонсор твой. Каждая компания в Украине сотрудничает с рядом спонсоров. То есть это не одна какая-то организация, а их несколько. Но Stadia UA мне об этом не сказали. Они дали мне просто одного спонсора, с которым я связалась. Я связалась с работодателем и говорю, я хочу ехать на эту вакансию, так и так. А спонсор мне говорит, что, извини, пожалуйста, мы с этим бассейном не сотрудничаем, мы не можем тебя отправить туда. Я пишу Stadia UA, так и так, я хочу ехать по этой вакансии, дайте мне, пожалуйста, нормального спонсора, если этот не может, дайте мне другого. Они мне говорят, а у нас только один. Я такая думаю, и что же мне делать? Они мне говорят, ну, раз не получится с этим бассейном, ищите другую или давайте через нашу вакансию. Я такая думаю, класс. Подруга моя сразу отселась, к сожалению, сказала, что у нее не получается, что раз так мне не хотят за это браться, то она и ехать не будет. В общем, забрала просто деньги из компании и все. Но я так просто не сдалась. Я нашла еще через одного своего знакомого, который уже ездил по Варконтревел в другую вакансию, которая называлась Филдернес, только в штате Теннесси. Я писала работодателю в этом Теннесси, говорю, так и так, здрасте, хочу ехать на вашу вакансию. Вот мне мой друг посоветовал, он у вас работал, сказал, что у вас очень круто. Они мне говорят, ну, вы тебя, короче, взяли, но такое дело, что ты у нас еще не была, а мы не можем просто взять такого непроверенного человека к себе на вакансию. Ты должна заплатить, наверное, своей компанией, чтобы ты была именно от компании, а не сама по себе. Я пишу в стадию, говорю, так и так, что мне делать? Они говорят, ну, мы не можем уже как бы сделать так, чтобы ты ехала по этой вакансии, вообще никак. Поэтому, либо ты нам платишь 600 баксов и выбираешь из двух оставшихся вакансий, это было уже апрель. То есть я начинала свою регистрацию в ноябре, и вот этот весь процесс тянулся аж до апреля примерно. И они говорят, либо ты выбираешь одну из наших двух вакансий, которые у нас остались, либо ты вообще в пролете. Пришлось заплатить на 600 баксов больше и поехать по одной из их вакансий. И, кстати, так получилось, что я поехала тоже в Вилдернесс, только не в Теннесси, а в штате Висконсин. То есть другой штат, но компания по сути та же. И, ну, я вообще очень счастлива, хоть, конечно, пришлось доплатить очень много денег, но я осталась очень-очень довольна тем, что туда поехала. Это было просто незабываемо, если честно. Следующий шаг это собеседование с вашим HR менеджером, работодателем. Не важно, как вы это назовете, как назовет это ваша компания. Я знаю, что очень многие волнуются по этому поводу, что это страшно. На самом деле ничего страшного нет. Вам звонит работодатель по скайпу в установленное вами время и спрашивает там, как вы зовут, что вы делаете, чем занимаетесь, плавать умеете и что-то типа такого. Вы говорите там, все, да, хорошо. Мне говорят, ну, классно, приятно с тобой познакомиться, давай, до встречи в Америке. Вот как бы все это беседование, ничего страшного вообще в этом нет. Как же сдать сессию? Такой сложный вопрос, потому что я сессию сдавала уже по приезду. Я никому не советую так делать, но почему же так получилось? Дело в том, что стадию А как-то меня спросили, когда примерно ты хочешь вылетать в Америку? Ну, я такая сказала, ну, примерно 13 мая. Я думала, что это такой немного объективный вопрос, то есть, ну, просто середина мая, да и все тут. А они записали это как точное число вылета и забронировали мне на эту дату билеты. Я была, если честно, в шоке, потому что мой декан выдал приказ, что можно сдать сессию там с какого-то числа, как раз с этой середины, что нужно набрать 20 баллов по всем предметам и 50 по выборочным. И только если ты вот это вот набираешь, и если у тебя есть записка с больницы, что ты душевно болен и тебе нужно лежать в больнице все лето, то тогда тебе разрешают сдать досрочную сессию. Ну, я такая сижу, короче, смотрю на этот наказ, приказ, указ, понимаю, что мне не хватает 2 балла по одному из предметов, понимаю, что мне осталось 2 дня до вылета, я просто понимаю, что мне можно взять, сложить чемодан, наплевать на универ и улететь. Вот и все. Но это очень плохая идея. Я абсолютно была как на иголках, потому что почти все ребята сдали вовремя, а я нет. И моя мама тоже была на иголках, потому что ей пришлось бегать в университет, выискивать замдеканов, договариваться каким-то образом за то, чтобы я сдала сессию. Я не знаю, как у нее это получилось. Я по приезду сессию еще и на стипендию вытянула, но это очень-очень редкий случай, поэтому я реально такого не советую. То, что я вам могу посоветовать, это говорите своей компанией, я хочу лететь где-то после 20 мая. Это идеальные даты для вылета, вы все успеете и сдать, и насладиться Америкой за 3,5 месяца примерно, а то и 4, если вы чуть дольше задержитесь. Это реально идеальный, оптимальный вариант, и я вам его советую, как вот просто берите, слушайте и забирайте. И теперь к самому интересному вопросу, это про аквапарк, потому что меня многие постоянно спрашивают, сколько ты зарабатывала, била ли ты стоимость, и там чуть-чуть там, да-да-да-да-да-да. В общем, я зарабатывала 9 долларов в час. Мой аквапарк находился в скромном городке Висконсин-Делс, в котором были только аквапарки, маленькие гостинички, там никто даже не жил из персонала, все они жили в округе. Короче, там ничего вообще не было. Милый такой скромный городочек, но стоимость своей программы я отбила. Я не считала толком, сколько денег я заработала, но если я потратила около 3-4 тысяч на программу, то я могу точно спокойно сказать, что я их отбила. Если бы я не тратила столько денег на шмотки, на заказы с интернета и на два самолета в Майами, потом обратно, потом в Лос-Анджелес, потом обратно, то я бы гораздо больше сэкономила и гораздо больше привезла. Но так как у меня не было цели вернуть всю стоимость, то я не могу сказать точно, но мои друзья, с которыми я там вот работала, они устроились на вторую работу буквально с первых же дней и они заработали очень много денег, около 6 тысяч долларов, это точно. Мало того, что они слетали в Лос-Анджелес, они накупили себе техники, накупили себе макбуков, накупили GoPro, они еще привезли с собой деньги, они сказали, что они полностью отбили программу и еще на какие-то деньги они жили в Украине. То есть это все реально, вы не подумайте, вот то, что я вам могу реально посоветовать, с первых же дней просто пытайтесь сразу же устроиться на работу. Не тяните, как я. Меня, я очень затянула с этим, я могла устроиться сразу же, как я прилетела 14 мая, и у меня была бы уже клевая, крутая работа. А я очень сильно затянула, думала, нужно оно мне, не нужно оно мне. Потом долго-долго искала, потому что уже все было занято, меня устроили еле-еле на работу. Я проработала там только месяц, и то я работала, по-моему, 3 или 4 раза в неделю по 4-5 часов. Толку с этой второй работой практически не было, но на авиабилеты я себе заработала. Я вам советую реально просто сразу же искать вторую работу. Это вот вам совет на миллион. И еще что советую. Если вы едете спасателем, сразу же купите кроксы в вашей стране или в Америке купите, вот сразу же по приезду. Вы не пожалеете. Кроксы у меня была самая любимая пара обуви, любимый туфель, любимый кроссовок. Я в них ходила везде и в клубы, и не в клубы, и дома, и в душ, и в бассейн. В общем, куда только угодно. Кроксы это была просто золотая жила вот моего отдыха и работы. Еще можете взять с собой наручные водонепроницаемые часы, и вы будете просто душой компании на каждом вашем споте. Потому что все время нужен человек, который будет говорить время, потому что никто никогда не знает такое время, и всем интересно, сколько же осталось еще стоять на том или ином месте. Подробнее про то, на какой второй работе я работала, я расскажу в следующем видео. И про то, как происходит работа в роли спасателя, что вы должны делать именно, я тоже хочу вам рассказать в следующем видео. Поэтому ждите, ждите, подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, я всех очень люблю и целую.